Казахстан может обеспечить фруктами и ягодами себя только наполовину. Остальную часть источников витаминов и хорошего настроения завозят к нам из других стран. Это больше 200 тонн каждый год. Но увеличить производство внутри государства реально считают садоводы. Они собрались на встречу в Алматинской области, чтобы обсудить возможности и провели день сада. На праздники урожая побывала наша съемочная группа. Виноград, орехи, груши, арбузы и персики. В округе стоит сладкий фруктовый аромат. Своим урожаем хвастаются садоводы и виноделы из разных регионов Казахстана. А их здесь около 30. Главное украшение на каждом столе, конечно, яблоки. Спелые и сочные, все как одно. Здесь даже построили вот такую большую пирамиду из отборных наливных. А вот вырастить такие совсем непросто, говорят аграрии. Проблем у них немало. Во-первых, качественных саженцев не хватает. 80% предприятий закупают их за рубежом. И тоже не всегда удачно. Нужно развивать свои питомники. Необходимо также ужесточить карантинные мероприятия по импорту зарубежной продукции, то есть посадочного материала. Завезенный в страну бактериальный ожог плодовых культур очень быстро прогрессирует, поэтому несет реальную угрозу к генофонду дикой яблони, представляющую большую ценность для страны. Для решения этой задачи в Казахском национальном аграрном университете на сегодняшний день создается лаборатория микроклонального размножения. Эту работу ученые университеты проводят уже совместно с Корнельским университетом. Казахстанская дичка – прародительница всех известных сортов на земле. Загубить ее нельзя, считают ученые. А потому в планах создать национальный центр яблони Сиверса. Сад на 20 гектаров уже заложили. Поднимают на встречи садоводы и вопросы господдержки. Танабай Шентасов на 10 гектарах разводит орехи. Говорит, сегодня это непросто. Если кредитовать, то низким процентом кредитования – это 2%, может быть, 3%. А то, что на сегодня 14%, это представьте себе, чтобы подготовить, реализовать, к реализации садженцев требуется 34 года. Это сколько процентов нам обходится? Производить хотя бы миллион садженцев, необходимых 600 миллионов тенге. Это простому крестьянину, фермеру, это не получится. Поэтому без поддержки государства мы питьем такую воду, например, на Адагестане. В прошлом году Казахстан смог обеспечить свое население фруктами и ягодами только на 49%. Сладкие источники витаминов завозят в основном из Центральной Азии, России, Ирана и Китая. В экспорте родина яблок тоже лишь на 42-м месте. А ведь создать в стране масштабное производство реально, говорят ученые. Хоть и работы предстоит много. Нужно проводить правильную сортовую политику, применять современные технологии, а брендирование не забывать и кадры готовить. Половина садов и виноградников страны сейчас в руках мелких и средних товаропроизводителей. Квалифицированных специалистов у них нет. Александра Солмина, Эдуард Кон, Алматинская область, Хабар, 24.